Новый день с нами Минобром и размещен на сайте ведомства. Здесь можно ознакомиться с проектом и внести свои поправки и предложения. Нормы, прописанные в документе, общенациональные, но могут дополняться региональными требованиями, а также внутришкольными стандартами. Итак, уметь планировать и анализировать уроки, организовывать экскурсии, объективно оценивать знания учеников и поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, защищать достоинства и интересы учащихся должен каждый преподаватель. Но к учителям математики и русского языка прописаны дополнительные требования. К примеру, учителя словесности в своей речи не могут допускать использование слов-паразитов или неправильных ударений, а математики должны успевать отслеживать последние открытия в своей области и знакомить с ними своих учеников. Поэтапное введение стандарта планируется уже в течение этого учебного года. Окончательно он должен быть внедрен в школах к сентябрю 2014. Это рабочая неделя, хотя и предпраздничная, но обойдется без длинных выходных. По решению правительства 23 февраля, День защитника Отечества в этом году, не переносится с субботы на понедельник. А положенный дополнительный выходной россияне получат, но только уже в мае. Тем временем в Баксане под патронажем политической партии «Единая Россия» проходит необычный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Слава тебе, Родина моя». В нем принимают участие 24 трудовых коллектива. «Алексей! Алешенька! Сыно!» На один день учителя, врачи, соцработники, сотрудники местной администрации города Баксана, Молодежного совета и других организаций превратились в музыкальные коллективы. На сцене разыгрывается маленькое театральное представление. Учителям пятой школы помогли ученики. Они облачились в одежду арестантов концлагеря «Бухенвальд», а педагоги исполнили песню «Бухенвальдский набат». Подборные овации здесь приветствовали и медиков, которые спели о смуглянке. Кроме компетентного жюри, за ходом конкурса внимательно следили гости и болельщики. Более двух десятков лет, наверное, не только в нашем году, да и в республике не было такого мероприятия. Люди шли с удовольствием. И сегодняшнее мероприятие это показывает, с какой активностью они принимают участие в сегодняшнем фестивале. Все итоги будут подведены 20 февраля. Тогда же и состоится награждение победителей. Имена известных адыгов и представителей других народов, описание обычаев, традиций и обрядов. Все это и многое другое вошло в очередной адыгский перекидной календарь. 3000 экземпляров на русском языке и 1000 на черкесском. Составители календаря заслуженный журналист КБР Нургали Аришев и первый вице-президент МЧА, главный редактор газеты «Адыга Псатля» Мухаммед Хафица. На перекидных страницах краткие биографические справки, интересные цифры и факты, пословицы, поговорки, афоризмы, высказывания знаменитых людей. Также здесь размещено свыше 600 текстов и упомянуто около полутора тысяч имен людей, известных в Кабардино-Балкарии и за ее пределами. Некоторые данные, которые вошли в календарь, это фрагменты будущего семитомного издания. Его подготовкой занимается возглавляемый Мухаммедом Хафица институт «Адыгская энциклопедия» при Адыгской международной академии наук. Хотим, чтобы этот календарь попал на Олимпиаду, хотим, чтобы этот календарь попал и к нашим соотечественникам на языках. Поэтому в следующем году мы постараемся выпустить этот календарь на трех языках. На Кабардино-Черкесском, русском и английском языках. И о спорте. Наши боксеры показали хороший результат на соревнованиях среди юниоров в Москве. Столичный кубок в весе до 70 килограммов завоевал Атмир Тхалиджоков из селения Алтут. Ислам Черкесов из Нальчика стал вторым в весовой категории 66 килограммов. В мае ребята примут участие в чемпионате России по боксу, который пройдет в Воронеже. И пока на этом все. Пишите нам в фейсбуке и звоните по телефону 47 36 30. Далее эфир продолжат мои московские коллеги, а мы встретимся через полчаса. Приветствую всех, кто начинает новый день с нами в эфире «Утро Кабардино-Балкарии» в студии Мадина Урусова. Спонсор нашей программы – Нальчикский молочный комбинат. Здоровый завтрак каждое утро. Кроме высшего образования, учитель должен обладать рядом способностей, которые теперь прописаны в проекте профессионального стандарта. Долгожданный документ разработан Минобром и размещен на сайте ведомства. Здесь можно ознакомиться с проектом и внести свои поправки и предложения. Нормы, прописанные в документе, общенациональные, но могут дополняться региональными требованиями, а также внутришкольными стандартами. Итак, уметь планировать и анализировать уроки, организовывать экскурсии, объективно оценивать знания учеников и поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, защищать достоинства и интересы учащихся должен каждый преподаватель. Но к учителям математики и русского языка прописаны дополнительные требования. К примеру, учителя словесности в своей речи не могут допускать использование слов-паразитов или неправильных ударений. А математики должны успевать отслеживать последние открытия в своей области и знакомить с ними своих учеников. Поэтапное введение стандарта планируется уже в течение этого учебного года. Окончательно он должен быть внедрен в школах к сентябрю 2014. Это рабочая неделя, хотя и предпраздничная, но обойдется без длинных выходных. По решению правительства 23 февраля, День защитника Отечества в этом году, не переносится с субботы на понедельник. А положенный дополнительный выходной россияне получат, но только уже в мае. Тем временем в Баксане под патронажем политической партии «Единая Россия» проходит необычный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Слава тебе, Родина моя». В нем принимают участие 24 трудовых коллектива. Алексей! Алешенька! Сынок! На один день учителя, врачи, соцработники, сотрудники местной администрации города Баксана, Молодежного совета и других организаций превратились в музыкальные коллективы. На сцене разыгрывается маленькое театральное представление. Учителям пятой школы помогли ученики. Они облачились в одежду арестантов концлагеря «Бухенвальд», а педагоги исполнили песню «Бухенвальдский набат». Подбурные овации здесь приветствовали и медиков, которые спели о смуглянке. Кроме компетентного жюри, за ходом конкурса внимательно следили гости и болельщики. Более двух десятков лет, наверное, не только в нашем году, а в республике не было такого мероприятия. Люди шли с удовольствием. И сегодняшнее мероприятие это показывает, с какой активностью они принимают участие в сегодняшнем фестивале. Все итоги будут подведены 20 февраля. Тогда же и состоится награждение победителей. Имена известных адыгов и представителей других народов, описание обычаев, традиций и обрядов – все это и многое другое вошло в очередной адыгский перекидной календарь. 3000 экземпляров на русском языке и 1000 на черкесском. Составители календаря заслужены журналист КБР Нургали Аришев и первый вице-президент МЧА, главный редактор газеты «Адыха Псатля» Мухаммед Хафица. На перекидных страницах краткие биографические справки, интересные цифры и факты, пословицы, поговорки, афоризмы, высказывания знаменитых людей. Также здесь размещено свыше 600 текстов и упомянуто около полутора тысяч имен людей, известных в Кабардино-Балкарии и за ее пределами. Некоторые данные, которые вошли в календарь, это фрагменты будущего семитомного издания. Его подготовкой занимается возглавляемый Мухаммедом Хафица институт «Адыгская энциклопедия» при Адыгской Международной Академии Наук. Хотим, чтобы этот календарь попал на Олимпиаду, хотим, чтобы этот календарь попал и к нашим соотечественникам на языках. Поэтому в следующем году мы постараемся выпустить этот календарь на трех языках – на Кабардино-Черкесском, русском и английском языках. И о спорте. Наши боксеры показали хороший результат на соревнованиях среди юниоров в Москве. Столичный кубок в весе до 70 килограммов завоевал Атмир Тхалиджоков из селения Алтут. Ислам черкесов из Нальчика стал вторым в весовой категории 66 килограммов. В мае ребята примут участие в чемпионате России по боксу, который пройдет в Воронеже. И на этом у меня все. Пишите нам в фейсбуке и звоните по телефону 47 36 30. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Просыпайтесь вместе с нами.